добрый вечер я хотела поделиться с вами кое чем очень важным буквально знаете на прошлой неделе по моему одна наша духовная сестра позвонила и сказала хмарал пожалуйста можешь срочно приехать ко мне нужно было пообщаться помолиться вместе и и знаете вообще вот в этот день у меня какой-то такой день выдался не очень легкий и я была очень сильно уставшая не только физически но и морально духовно душевно как будто бы я когда ехала к ней я не был но я понимала что я еду сейчас служить сестре как бы своей духовной да и не могла понять что что со мной происходит почему мне сейчас так тяжело почему я так сильно устала я ехала молилась молилась на языках молилась и и просто вот говорила господи дай мне сейчас силы дани сейчас просто благодати своей радости я не Я могу понять, у меня прям реально состояние было просто вот развернуться, уехать куда-нибудь подальше, подальше от города, подальше от людей. Я думала, что же со мной происходит? И вот когда я ехала в такси, услышала изнутри голос «хыш, хыш». Это с английского, если перевести, это вот, ну, обычно, вот знаете, когда тужится, ну, вот женщина-природа, когда она тужится, ей врачи говорят «тужься, тужься», ну, говорят «пожь, пожь», то есть «давай ещё, надави, ещё надави», да, то есть, и вот эти, вот эти слова я услышала «пожь, пожь», и как будто бы мне Бог говорит «потерпи, потерпи ещё чуть-чуть», просто, ну, как бы, ещё, ну, как бы, дойди до конца, потерпи ещё чуть-чуть. А у меня, правда, такое состояние было, мне было, мне так хотелось, чтобы кто-то мне послужил, а не я кому-то, да, но я понимала, что мне сейчас некогда сопли распускать, мне надо её поддержать, потому что у неё была очень сложная ситуация в тот момент. И вот эти слова я прям ясно и чётко услышала «хыш, пожь», ну, то есть, ну, как будто бы «тужься, тужься», да, «надави ещё, ещё чуть-чуть осталось». И когда я приехала к ней, я поняла, что состояние моё было, оно больше для неё, не для, то есть, у меня было это состояние не из-за того, что я чувствовала себя душевно-духовно-физически измутанной, но я почувствовала её состояние. И знаете, вот эта сестра научилась когда-то в Америке, то есть, она хорошо знает английский язык, и я поняла, что это было послание для неё. Вот, пож, пож, но ещё, ещё чуть-чуть надо ещё, вот, как бы, в духовном мире, да, ещё дойти до конца, ещё помолись, ещё, ещё попастись, ещё вот, ну, как бы, дойти просто до своего прорыва. И когда я, ну, когда я с ней поделилась, я говорю, это Бог тебе говорит. И я сегодня весь день чувствовала твоё состояние, я теперь поняла, почему у меня сейчас такое состояние было, то есть, то есть, Бог дал мне почувствовать её состояние, и тем самым я получила слово для неё. Естественно, когда ты понимаешь, как в Библии написано, что «сплачущим ему плачем», да, когда ты понимаешь состояние другого человека, ты ещё с большей страстью, с ещё большим огнём борешься за этого человека. Не просто на словах утешаешь, но ты чувствуешь его состояние. Иногда Бог даёт нам прочувствовать состояние других людей. И то же самое произошло со мной, вот, знаете, вчера, позавчера мы проводили домашнее собрание, и я была очень раздражённая. Вот, открыто просто хочу честно с вами признаться, что я была настолько сильно раздражённая, что моя мама не знала, как мне помочь, потому что я уже проснулась уставшая. Ну, то есть, знаете, я сейчас не хочу вот оправдываться, не хочу, чтобы это как бы нажалось давить, но я хочу сейчас, вы поймёте, почему я это вам рассказываю. То есть, я проснулась, ну, как бы нужно приготовиться, очень много людей приехали, с других городов приехали, это нужно стол приготовить, это нужно кушать приготовить, салаты приготовить, ну, вы понимаете, да, когда гостей ждёшь? И я у меня было состояние, я молюсь, у меня не проходит это состояние, я настолько сильно была раздражённа, и я говорила, «Господи, я не хочу с таким сердцем людям служить, я не хочу». Я прям вышла, я пошла в магазин и, ну, как бы, иду и молюсь, и говорю, «Господи, почему у меня такое состояние?» И я говорю, «Господи, я так устала». Я просто вот это не вслух сказала, это я внутри, потому что вслух я стараюсь не говорить такие негативные слова или слова робота, потому что я вас учу этому, да? То есть, у меня было такое состояние, что снаружи я поклонялась, пела, а внутри я прям говорила, «Отец, ты видишь моё сердце?» Я говорю, устала, я так устала, я так хочу просто сбежать куда-нибудь, где нет людей, где нету соцсетей, где нету телефона, просто хочу сбежать. И, ну, как бы, мысленно я так обращалась к Богу, и люди начали приходить, и, естественно, уже, ну, как бы, к этому времени это всё прошло. Но, что интересно, почему у меня было такое состояние, вам сейчас объясню. То есть, на домашку, ну, приехали несколько человек, которые устали, устали от своих обстоятельств жизненных, от своих проблем, вот устали вообще от своего состояния. И часто мне звонят мамы, которые дома с детьми, которые не успевают и за детьми смотреть, которые не успевают дома убраться, которые не успевают служить. И знаете, мы сейчас живём вот в такое время, когда ты смотришь на соцсети, и ты думаешь, вот какая она молодец, вот смотрите нахмарал, вот примерно, да? Вот смотрите нахмарал, вот она успевает и служить, вот она успевает и там, и тут, и тут. А ты смотришь на себя, и ты думаешь, а я такая жалкая, такая никчёмная, ничего не умею делать, ничего не успеваю делать. У меня дома бардак, у меня дома дети, у меня... Я иногда кричу на них, я иногда срываюсь на них. А, вот сейчас хотела вспомнить, что почему я была раздражённая. Там что-то Лео меня выбил из себя, я на Лео была раздражённая. А потом Бог мне вот, ну как бы во время вот этой домашки, потом, конечно, я была наполнена радостью, благодатью и так далее, но я вспомнила, как мне почему-то именно на этой домашке Бог мне напоминает маму, дорогие мамы, дорогие домохозяйки, у меня нету ребенка, у меня нету детей, у меня есть собака, которая иногда меня выводит из себя. Я где-то написала, где-то еще что-то сделала, но вы тем более, вы тем более смотрите за живыми людьми, за детьми, вы смотрите за своим домом, вы смотрите за своими мужьями, и это нормально, что вы устаете, это нормально, что у вас иногда бывают вот эмоциональные скачки, эмоциональные подавленности и так далее. Это нормально, что вы устаете, не надо себя сравнивать с другими женщинами, которые, возможно, там супервуменс, которые успевают все, и вот ты просто видишь снаружи фотографии, ты думаешь, вот какая она молодец, она и бизнес построила, и дома построила всех, ну как бы порядок, да, и муж у нее успешный. Да вообще, вот женщина просто с 31 главы притчи, а ты такая раздраженная, ты можешь крикнуть на ребенка, ты можешь что-то где-то недомыть, где-то можешь это пролить и так далее, и вот ты еще больше раздражаешься на себя. И почему-то Бог, опять-таки, Он мне дал почувствовать это состояние других женщин, так как я получаю огромное количество звонков, сообщений от этих женщин, которые находятся сейчас в подавленном состоянии, и они говорят, дочка, это нормально, я понимаю, ты устала, это нормально, ты не думаешь, что... Я, конечно, не говорю, что мы должны кричать, потому что апостол Павел говорит, удалить от себя крики, да, я не говорю, что мы должны бить своих детей, нет, но я имею в виду, когда ты устал физически, душевно, морально, и когда просто твои эмоции сейчас подводят тебя, и тебе хочется просто, чтобы кто-то тебя поддержал, в этот момент вы еще больше осуждая себя, еще больше давите на себя, еще больше раздавливаете себя, и вы не думаете, что Бог тоже вас осуждает в этот момент, Вы не думаете, что Бог говорит, ах, какая ты, какая ты вот непутевая, ничего не успеваешь, ни дома, ни с детьми, мамы, мамы, с детьми сидеть несколько месяцев подряд, а то и годы подряд, это нелегко, так что, если вы где-то не справляетесь, ничего страшного, Бог нас и не призывал быть идеальными, никто из людей не идеален, абсолютно никто, никто, Бог нам нигде в Библии не говорил, что у нас нету права на ошибки, у нас нету права на какие-то вот промахи, мы люди, нам иногда свойственно ошибаться, мы люди, мы устаем, даже техника устает, и поэтому, знаете, мамы, будьте помягче к себе, Вот я обращаюсь особенно к женщинам, ну, мужчинам, мужчинам тоже обращаюсь, мужчины, у них очень много ответственности на себе, очень много, как бы, давления на себе, я вас тоже понимаю, просто, знаете, хорошо, мамы, просто я вам, вот это вот слово мне Бог побудил написать, Хотя я думала, в ближайшие две недели не выйду пока ни на какую связь, мамы, Бог вам сегодня говорит, говорит, папы тоже вам, ничего страшного, если ты устал, ничего страшного, я тебя не осуждаю, я тебя не упрекаю, я тебя не критикую, Все нормально, все нормально, просто дыши, дыши, я тебя люблю, ты мое дитя, дыши, все будет хорошо, мы прорвемся, и это слово push, тушься, тушься, что это означает, твой прорыв близок, твое чудо уже рядом, потерпи, чуть-чуть потерпи, и вот уже головка твоего чуда показывается, твое чудо рождается, Сейчас очень тяжело, сейчас тебе, возможно, ты от боли уже задыхаешься, но Бог тебе говорит, дыши, дыши, все будет хорошо, я рядом, я тебя не критикую, я тебя не осуждаю, все хорошо, Бог тебе говорит, все хорошо, просто дыши и смотри на меня, успокойся, войди в мой покой, Бог говорит, Поэтому, знаете, мы можем смотреть на соцсети, на служение, на семейные фотографии с отдыха других людей и думать, вот люди же живут как-то, вот они же как-то справляются нормально, без сопли, без этого, вот они же как-то вот успевают везде, а почему со мной не так? Я вам скажу, никто на земле не идеален, и никто идеально со своей жизнью не справляется, апостолы, апостолы даже ошибались, и поэтому, дорогие мои, это слово было для каждого из вас, Если вы чувствуете, что сегодня сила вас покидает, и вы раздраженные, вы чувствуете, что все достало вас, Бог говорит, все нормально, дыши, просто дыши и пребудь в моем присутствии, я рядом, я тебя не осуждаю, я тебя не критикую, все хорошо, все нормально, завтра будет еще лучше, послезавтра будет еще лучше, тушься, тушься, Так что благословляю вас, мои дорогие, и пусть Господь прибудет с вами, и в первую очередь, пожалуйста, прекратите себя, осуждайте себя, критиковать, все будет хорошо